Музей-заповедник Херсонес-Таврический – одно из популярных мест для посещения туристами в Севастополе. А проблема информирования о местонахождении достопримечательностей назрела уже давно. По обращению руководства музея, по обращению жителей, а также гостей, по информации, которая была на сайтах об отзыве туристов, было принято решение изготовить информационные таблички и разместить их как на подъезде к городу Севастополя, так и непосредственно на маршрутах движения непосредственно в городе Севастополе. Начиная от Ялтинского кольца, далее по Хрусталёво, Ковпака, поворот на Руднево и по Калинчука вниз. По словам подрядчиков, на установку информационных табличек потратили 4 дня и 300 тысяч рублей из бюджета города. Специально был разработан маршрут, который начинается от Ялтинского кольца. На основных пунктах следования транспорта установили знаки. По словам директора музея-заповедника Светланы Мельниковой, таблички действительно могут помочь туристам. Но, тем не менее, посещаемость объекта за последнее время увеличилась даже без этого. Уже за неполный второй квартал мы перевыполнили годовую норму. Так что можно ожидать, что в этом году посещаемость Херсонеса Таврического перевалит за миллион. На сегодняшний момент огромное количество посетителей даже стало проблемой, подчёркивает Светлана Мельникова. И связано это с движением автомобилей на подъезде к музею-заповеднику. Если вы обратили внимание, на подъезде к Херсонесу Таврическому, игнорируя любые знаки, идёт парковка с одной и с другой стороны улицы. Это просто неприемлемая и невозможная ситуация. Для меня это просто цирковое представление, как до сих пор умудряются частные машины разъезжаться на этой узенькой улице и на этом пятачке. По словам сотрудников Департамента городского хозяйства, в связи с возникшей проблемой в данный момент решается вопрос об изменении схемы движения в районе Херсонеса. Святослав Данилов, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.